Оставьте его! И так да проклинает, ибо Господь сказал ему проклинать Давида. И кто скажет, почему сотворил ты так? Вот сын мой, вышедший из чрева моего, ищет души моей, никем ли более сына имениев? Оставьте его проклинать меня, ибо Господь повелел ему. Может быть, призрит Господь на смирение мое и возвратит мне благое вместо клятвы его в этот день? 2 Царство 16.10. Таким образом, нам разрешается гневаться, но спасительно, то есть на себя самих и на превходящие худые помыслы, гневаться на них и не согрешать, то есть не приводить их в дело на пагубу себе. Это же самый смысл, и с ней выражаете следующий стишок. Кто глаголит в сердцах ваших, размыслите на ложах ваших и умилитесь. Псалом 44.5. То есть, что помышляете вы в сердцах своих по причине вторжения внезапных, удобо-смутительных внушений, то после того, как мирным рассуждением успеете утишить всякий шум и бурность гнева и как бы на покойное возлечь ложи, исправляйте и заглаждайтесь спасительным сокрушением. И блаженный Павел, воспользовавшись указанием этого стишка, после того, как сказал «гневайтесь и не согрешайте», прибавил «солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте место дьяволу». Если пагубно допускать, чтобы солнце, правда, заходило во гневе нашем, и если мы, разгневавшись, тотчас даем место дьяволу в сердце своем, то как перед этим повелел гневаться, говоря «гневайтесь и не согрешайте», неявно ли он выражает этим следующее «гневайтесь на свои страсти, на самый гнев ваш, чтобы иначе при вашем потворстве не начало во мраченных гневом умах ваших заходить солнце правды Христос». И с отхождением его не дали вы места в сердцах ваших дьяволу. В иносказательном смысле под солнцем можно понимать разум, который справедливо называется солнцем, ради того, что освещает все помышления и стремления сердца нашего. И под запрещением гнева видеть заповедь не погашать этого светила страстью гнева, чтобы захождением его не занял всего сердца нашего мрак бурного смятения с производителем его дьяволом. И мы, объятые тьмой и гнева, не остались как бы в темную ночь, в неведении. Что нам делать? В таком смысле понимать это место апостола предано нам в наставлениях старцев, которые не дозволяют нам допускать даже на один момент вкрадываться в сердце наше гневу. Всевозможно, блюдясь, попасть под кару, изреченную на это в Евангелию. Всякий, гневающийся на брата своего, повинен в суду. Притом, если бы позволительно было продолжать гневаться до захождения солнца, страсть гнева, пользуясь таким разрешением, всегда спешила бы удовлетворять своему мщению, будто законно, прежде чем солнце познает запад свой. 90. Что же сказать о тех, коих неумолимости не полагает предела даже само заходящее солнце, но которые многие дни держат злобу на тех, против коих рассердились? Пусть они на словах иногда говорят, что не гневаются, но дела нередко явно обличают в них сильные негодования, когда, например, они не обращаются к ним с приличной речью и не разговаривают с обычной ласковостью. Им думается, что они при этом не грешат, потому что не ищут отмщения своему раздражению. Но они только не смеют или не могут обнаружить его в сердце же. В сердце же кипят им и молча переживают его и через то обращают яд гнева в свою пагубу. Они не изгоняют тотчас силой души горечь в досаду, но переваривают ее в течение многих дней и кое-как со временем немного укращают. Как будто не удовлетворяет уже своему мщению и досаде тот, кто из внушаемого гневом исполняет только что может. Так и делают те, которые сдерживают гневное движение не по желанию миролюбия, а по немощи мщения. Срывая его, однако же, чем могут. Ибо не имея возможности причинить тем, на коих растердились, ничего более, как не говорить с ними с обычной ласковостью, этим и срывает свое на них сердце. Как будто довольно умерять гнев не обнаружение его делом, а исторгать его из стойников сердца нет нужды, чтобы, омрачившись его тьмой, не лишиться здравой рассудительности и света ведения, и не перестать быть храмом Духа Святого при обитании в нас Духа гнева. Ибо затаенный сердце гнев, хотя людей предстоящих, не оскорбляет, но светлейшее сияние Духа Святого выживает все равно, как и гнев обнаруженный. И как можно думать, что Бог послабляет нам хоть одну минуту держать гнев, когда Он не дозволяет приносить жертвы духовных молитв наших, если сознаем не то, что мы гневаемся на другого, а что другое имеет нечто на нас, говоря, «Когда принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет нечто на тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и шедшь и прежде смирись с братом твоим, и тогда пришед, принеси дар твой». Как же думать, что нам дозволяется держать скорбь на брата? Не говорю многие дни, но хотя бы до заката солнца. Если даже тогда, как Он имеет нечто на нас, не дозволяется нам приносить молитвы свои Богу, нам, которым от апостола заповедуется непрестанно молиться, и хочу, да молитвы творят мужи на всяком месте, воздевающие преподобные руки без гнева и сомнения. Итак, если будем держать такой яд в сердцах своих, то нам остается или никогда не молиться, и таким образом быть виновным перед апостольской евангельской заповедью, которая повелевается нам непрестанно и на всяком месте молиться, или если как-нибудь, обморачивая себя, дерзнем изливать молитву свою, несмотря на запрещение ее, значит, в таком случае не молитву Господу приносим, а изъявляем горду непокорность, в духе бунта против него. Но что нам доля останавливается на евангельских и апостольских заповедях, когда и ветхий закон, который, кажется, несколько послабляет немощам нашим, тоже предостерегает от этого, говоря, «Да не возненавидишь брата твоего в уме твоем» – Левит 19, 17. И опять «Пути злопомнящих смерть» – притча 12, 28. И еще «Да не отомщает рука твоя, и да не враждуешь на сына людей твоих» – Левит 19, 18. «Видишь, что и там неблагорасположенность к братьям отсекается не в деле только, но и в тайных помышлениях, когда повелевается с корнем извергать из сердца ненависть и за обиду не только не воздавать, но даже и не помнить о ней. Иногда, побежденные гордостью или нетерпением, когда чувствуем особое внутреннее понуждение исправить свой нестройный беспорядочный нрав, жалуемся в себе, что недостает нам пустыни. В том подразумевается отчаяние, что там, не будучи никем тревожим, и тотчас приобрели бы мы добродетель терпения, извиняя, очевидно, тем свое нерадение об украшении порывов гнева и причину возбуждения их не своему приписывая нетерпению, а слагая на братья. Но если мы будем таким образом от других слагать причины нашей в этом неисправности, то никогда невозможен прийти в должную меру терпения и совершенства. Дело исправления и умерения сердца нашего не помещая в руках произволения другого, нашей власти немало не подлежащего, но соблюдая его в благо настроении нашего произволения. Чтобы нам не приходить в гнев, это должно зависеть не от совершенства другого, но от нашей добродетели, стяжеваемой не чужим терпением, а собственным великодушием. 95. К тому же и искать в пустыне следует совершенным и очищенным от всякой страсти, или повыварение на чисто всех страстей в обществе братьей. И вступать в нее не по малодушному бегству, а по желанию достигнуть высоты божественного созерцания, которое и совершенными не может быть иначе приобретено, как в пустыне. Ибо какие страсти перенесем мы в пустыне неуврачеванными, те будут чувствовать скрытыми в нас, а не истеребленными. И в пустынь, как для очищенных сердцем, прибегает чистейшее созерцание, и при искреннейшем видении открывает ведение духовных тайн, так обыкновенные страсти тех, кои не очистились от них, не только сохраняет, но еще усиливает. В таком случае иной да то ли кажется себе терпеливым и смиренным, пока ни с каким человеком не видится и не входит в отношение. Но тотчас возвращается к прежнему своему нраву, как только какой-либо случай вызовет его к движению. Тогда тотчас возникают из него страсти, которые скрывались, и как необузданные кони, откормленные в долгом бездействии, с большим стремлением и неистовством вырываются из своих затворов на погибель своего всадника. Ибо страсти, не будучи наперед очищены, боли неистовыми делаются в нас, когда пресекается случай обнаружения и обуздания их среди людей. И самую тень терпения, которым, как воображалось, мы, живя в смешении с братьями, по-видимому, обладали, и которые проявляли, по крайней мере, из уважения к ним и стыда показаться перед всеми малодушными, теряем мы в беззаботной пустыне беспечности. Подобно это тому, как все роды ядовитых змей или зверей пока укрываются в пустыне и в своих норах и лаговищах, не вредят, и однако же не провозглашаются из-за этого безвредными, что никому в таких случаях не вредят, ибо это бывает тогда не по доброкачественности их, а потому что такими быть необходимо вынуждает их в пустыне. Как же скоро улучат они возможность вредить, тотчас износит и обнаруживает скрывающийся в них яд и зверство. Так-то и ищущим совершенства недовольно не гневаться на людей, когда нет с ними сношения и столкновения. Гнев при этом жив, только притаился и готов тотчас обрушиться, на что не попало. Припоминая, как живя в пустыне, растерживался я иногда на пищу и трость, если не нравилась толстота или тонкость ее. Иногда на ножичек, если когда режешь им, он, затупившись, нескоро резал. Иногда на креме, если нескоро вылетала из него искра огня, когда спешишь к чтению. И движение негодования при этом вторгалось иногда такое, что невольно вырывалось из уст проклятия на бездушную вещь или уж непременно на дьявола, чем и испарялось смущение и душа успокаивалась. Таким образом, в деле совершенства мало принесет пользы отсутствие людей, на которых возбуждался бы гнев, когда, если наперед не будет приобретено терпение, страсть гнева может упражнять свои силы и на вещах немых, и на безделицах, ибо оставаясь в сердце нашим, она не дает нам не достигнуть мирного устроения, не освободиться от прочих страстей. Почему, если желаем достигнуть того высшего, божественного блага, о котором говорится блаженный чистый сердцем, ибо они Бога узрят, то не только из действий наших должны отсоргнуть эту страсть, но и с корнем исторгнуть ее из глубин души, ибо не слишком-то много будет пользы подавлять неистовство гнева в слове и обнаруживать ее в действии, если Бог, от которого не укрывается тайна сердечная, будет видеть его в сокровенностях сердца. Евангельское слово изоповедует истекать более корни страстей, чем плоды их, которые по исторжению корней, конечно, не будут уже более расплаждаться. А душа получит таким образом возможность постоянно пребывать во всяком терпении и святости, когда гнев не только будет устранен с поверхности нашей деятельности и наших поступков, но и соргнут из сокровенностей и помышлений. И потому надо убивать гнев и ненависть, чтобы не впасть в грех человекаубийства, которое без них не может быть допущено, ибо всякий гневающийся на брата своего напрасно повинен в суду, и всякий ненавище брата своего есть человекоубийца, поскольку он в сердце желает погибнуть тому, на кого серчает, то хотя у людей не признается он пролившим кровь собственной рукой или мечом, по страсти же гнева провозглашается убийца от Господа, который не за производство только действий, но и за намерение воли воздаст каждому или наградой, или наказанием, как сам он говорит через пророка. Я дела их и помышления знаю и гряду собрать все народы Исаии 66-17 и апостол между собой помыслом осуждающим или оправдывающим в день, когда судит Бог тайны человеков. 98. Итак, подвижнику Христову законоподвизающемуся набежит с корнем вырвать из себя страсть гнева. Для совершенного уже уручевания этой болезни потребно такое лечение. Прежде всего уверовать, что гнева не подобает ни под каким видом, ни по праведным, ни по неправедным причинам, зная, что коль скоро источный наш свет, свет нашего сердца будет помрачен тьмой и его, то мы тотчас потеряем и свет развлечения вещей, и твердость благоразумия, и благопристойность, и мирила правды. Потом держать убеждение, что если дух гнева замедлит в нас, то вследствие этого неизбежно помутится чистота духа нашего, и он никак уже не может быть храмом духа святого. Наконец помышлять и о том, что нам пока пребываем в гневе, никак нельзя будет молиться и изливать перед Богом прошения свои. Более прежде всего, имея перед очами неизвестность предела человеческой жизни, будем постоянно думать, что мы можем переселиться из тела каждый день, и что нам немало не помогут там ни соблюдение чистоты целомудрия, ни отречение от всех имуществ, ни презрение богатства, ни труды постов и бдений, когда за один гнев и ненависть судья вселенной угрожает вечными муками. Д. Борьба с духом печали. Девяносто девять. С пятой брани предлежит нам отбивать кости всепожирающей печали, которая, если как-нибудь получит возможность обладать нашим сердцем, то притекает видение божественного созерцания, и душу всю, неизвершив с высот святого благонастроения, расслабляет в конец и подавляет, ни молитв не дает ей совершать с обычной сердечной живостью, ни чтение священных книг, всему духовному орудию и врачевству, не допускает прилежать немирно и тихо из братья быть, быть не оставляет, ко всем также обязательным делам послушания делает нетерпеливою и ропотливою, и отняв всякое здравие, рассуждение и возмутив сердце, делает ее как бы обезумевшую и опьянелою, и сокрушает и подавляет пагубным отчаянием. Почему, если желаем законно трудиться в подвигах духовной брани, то с не меньшим вниманием должны врачевать и эту болезнь. Ибо как моль в ризе и червь в дереве, так печаль мужу вредит сердце. Притча 25-21 Как ясный определенно выразил силу этой зловредной и пагубной и шестрасти божественный дух, как одежда изъеденная молю не имеет уже никакой цены и не гоже более на честное употребление, и как дерево червями источенное уже не на постройку или украшение какого-нибудь здания, хотя бы и посредственно заслуживает быть отложенным. А на сожжение огнем так и душа пожираемая угрызением всесокрушительной печали. Не гоже уже бывает или того первосвященнического облачения, которое мира Духа Святого с неба сходящее прежде на бороду Аарону принимает потом на одежды свои, как это изображается в пророчестве святого Давида в следующих словах. Как мира на голове сходящее на бороду бороду Аарону на края одежды его не для построения и украшения того духовного храма, которого в основание положил Павел премудрый архитектор, говоря, «Вы есть храм Божий, Дух Божий живет в вас», и на которые, какие идут дерева, то описывает невеста в песне-песне, говоря, «Приклади дому нашему кедровые доски наши кипарисовые». 1.16. И вот такие-то роды дерев избираются для храма Божия и благовонной, и негниющей, которые не подлежали бы ни порче от ветхости, ни точению червей. 101. Иногда болезнь эта имеет обычай порождаться от предшествовавшей страсти, или гнева, или похотения, или любостяжания, когда кто испытывает потери, предвзятые в уме надежды удовлетворения их делами или вещами по роду их. Иногда же без всяких наличных причин могших ввергнуть нас в эту пропасть по воздействию лукавого врага, внезапно схватывает нас такая прискорбность, что мы не бываем в состоянии принять с обычной приветливостью посещение даже самых дорогих и нужных нам лиц. И что бы ни было им не сказано в подходящем разговоре, почитается тогда нами неуместным и лишним, и не дается им никакого приятного ответа по причине преисполнения всех изгибов сердца нашего желчной горестью. Этим наияснейше доказывается, что не всегда по вине других возбуждается в нас острый прискорбности, но более по собственной нашей, потому что мы сами в себе носим причины всех воскорбений. Именно в семенах страстей, которые как только растит душу нашу дождь искушений, тотчас прорывается в ростках и плодах своих. Никто никогда не понуждается греху, хотя бы дурной пример других возбуждал его к тому, если он не имеет сокрытость в сердце в своем материи того греха. И никак нельзя верить, чтобы, например, кто тогда только внезапно воспринял страсть срамного похотения, не зная ее прежде, когда взглянув на красивую женщину, поражен был ее красотой. Но надо более полагать, что если он при этом возделел ее, то это потому, что воззрение на нее вывело наружу скрывающейся внутри болезнь. Почему нам надо на то преимущественно обратить все по печенью, чтобы свои очистить страсти и свои исправить чувства и расположения? Есть еще иной род печали, непотребнейший, когда она в душу согрешившую влагает, не намерение исправить жизнь и очистить от страстей, а пагубнейшее отчаяние. Она-то ни кайну не дала покаяться после братоубийства, ни Иуде не попустила после предательства взыскать средств удовлетворения, а увлекла его через внушенное ею отчаяние к удавлению. Полезной для всех нас должны мы почитать печаль только в таком случае, когда мы восприемлем ее, быв подвигнуты или раскаянием во грехах, или горячим желанием совершенства, или созерцанием будущего блаженства. О ней блаженный Павел говорит, печаль, которая по Богу покаяния нераскаянного спасения соделывает, а сего мира печаль смерть соделывает. 105. Но та печаль, которая соделывает покаяние ко спасению, 2 Кор. 7.10, несомненно верному, благопокорливо, приветливо, смиренно, кротко, приятно и терпеливо, так как она, исходя из любви к Богу, хотя пожелание совершенства неутомимо простирается к телесному самоозлоблению, сокрушению духа. Но в то же время как-то бывает обрадуемо и оживляемо надеждой преуспеяния, и потому удерживает всю приятность, приветливость и благодушие, имея в себе все плоды духа святого, который исчисляет тот же апостол. Плод духа есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. А это, мира этого печаль, крайне ропотливая, нетерпеливая, жестокая, исполненная отталкивающей строптивости, бесплодного горевания и пагубного отчаяния, того, кого обымет, расстраивает, отвлекает от всякого занятия и спасительного себе болезнования, и не только пресекает действия молитвы, но и опустошает все сказанные выше плоды духовные, которые обыкновенно доставляют та печаль, которая по Боге. Почему, кроме той печали, которая восприемлется или по спасительному покаянию, или по ревности о совершенстве, или по возжеланию будущих благ, всякая другая, как мирская и смерть приносящая, должна быть отрываема и совсем извергаема наравне с духом блуда, серебролюбия и гнева. Эту пагубнейшую страсть можем мы изгонять из себя, если занимая непрестанно душу свою духовным поучением. Будем оживлять и восставлять ее надеждой и созерцанием будущего блаженства. Этим способом можем мы преодолеть все роды печалей, и те, которые исходят от предшествовавшего гнева, и те, которые приходят от потери прибыли, понесения убытка, и те, которые рождаются от нанесенной нам обиды, и те, которые происходят от неразумного расстройства душевного, и те, которые ввергают нас в смертное отчаяние. Ибо при этом всегда обрадываем и бывает созерцанием вечных будущих благ, и пребывая неподвижно в таком настроении. Мы не будем ни падать духом в обстоятельствах несчастных, ни возноситься в счастливых, несмотря на те и другие, как на ничтожные и скоро приходящие. К утолению духа печали, читая еще это седьмое отделение выписок из Святого Касьяна о борьбе с бедствиями и скорбями. Е. Борьба с духом уныния. 108. Книга 10. Шестая борьба предлежит нам со страстью, которую греки называют и которую мы можем назвать унынием, скукою или тоскою сердечную. Она сродно печали испытывается наипасе странствующими по пустыням иноками. И есть неприязненный враг пребывающих в уединении, и всякого монаха беспокоит, особенно около шестого часа, по нашему двенадцатого часа в полдень. Как лихорадка какая в определенные часы нападающая на больную душу со своими всерасстраивающими действиями. Некоторые старцы Евагрии в первом томе страница 631. Называет ее бесом полуденным, о котором упоминается в девяностом псалме. «Когда уныние нападает на бедную душу инока, то порождает ужасание от места, отвращение от кельи и презрение к братьям с ним живущим, или на некотором от него расстоянии, как к нерадивому, совсем недуховному. Самого же его совсем разленивает и отбивает от всякого дела, каким обычно не занимается он в своем обиталище. И в келье сидеть отбивает оно у него охоту, и к чтении приступить не допускает, и заставляет воздыхать и жаловаться, что столько времени проживший здесь немало не преуспел, и нисколько не стяжал свода духовного, и болезненно очень внушает, что остается в этом месте попусту, и когда мог бы управлять другими и многим приносить пользу, никого здесь не воспитал, и никого своим наставлениям и учением не породил духовно, затем оно расхвалит ему отдаленные монастыри, и места те описывает, как более полезные к преуспеянию духовному, и более могуще способствовать к спасению, и общение там с братьями рисует предприятным и исполненным духовного назидания, напротив, что тут у него, то представляет несносным, напоминая, что от братьев здесь пребывающих никакого нет назидания, а все нужное для содержания тела добывается только с безмерным трудом. Наконец, внушает оно уединеннику, что, пребывая в этом месте, не может он спастись, если оставя келью, в которой ему, если еще более, будет медлить в ней, придется погибнуть, как можно скорее переселиться отсюда в другое место. После всего часу в пятом и шестом оно в такое изнеможение приводит тело его и такой возбуждает голод, что он чувствует себя как бы долгим путем и самым тяжелым трудом утомленным и изможденным, или как бы перенесшим двудневный и трехдневный пост без подкрепления себя к кище. И вот озирается он в беспокойстве туда и сюда, вздыхает, что не идет к нему никто из братьев, почасту выходит из кельи и входит в нее и на солнце посматривает, будто оно не так скоро спешит к закату. В таком неразумном смятении ума, как бы мраком покрывшись, становится он неспособным никакому духовному деланию и начинает думать, что против такой напасти не может найтись никакое другое средство, кроме посещения какого-либо брата или утешения себя сном. Тут начинает этот разорительный дух подносить боримому им, что надо сделать необходимое поздравление братьям или посетить больных вблизи или вдали находящихся, внушая также, как долг какой, что надо бы найти здесь таких-то и таких-то родственников или родственниц и почаще ходить к ним с визитами, что такую благочестивую и Богу посвятившую из себя женщину, лишенную однако всякого пособия от родных, было бы великим делом благочестия почаще посещать и доставлять ей все, в чем она имеет нужду, так как свои родные не брегут о ней, и что больше в такого рода делах благочестия надо трудиться, чем бесплодной без всякого преуспеяния сидеть в келье, в келье, страница 69, так его его расстроения, ибо враг чаще ожесточеннее будет нападать на того, кто как узнал, он на деле тотчас обращает к нему тыл, как только завяжется борьба, и спасение себе чает не от победы и не от противоборства, но от бегства, пока он, мало-помало обившись от кельи, начнет забывать о главном деле своего звания, состоящем в стремлении к божественной всепревосходящей чистоте, которая нигде не может быть достигнута, как только в безмолвном всегда пребывании в келье и непрестанном божественном поучении, так воин Христов наконец убегает из своего воинства, впутывается в житейские дела и становится уже неугодным воеводе, под которым служить обещался. Блаженный Давид весьма прекрасно выразил все пагубные последствия от этой болисти в следующем стихе «Воздрема душа моя от уныния» в Солом 118-28 «И подлинно не тело, а душа дремлет в это время, ибо душа уязвленная стрелой этой разорительной страсти действительно засыпает для всякого стремления к добродетели и наблюдения за своими духовными чувствами. И так истинный воин Христов желающий законно подвязаться за совершенство, и эту также волясь должен стараться изгонять из тайников души своей и против этого непотребнейшего духа уныния смело вооружать и противоборством, чтобы ни от уязвления стрелою сна не пасть, ни беглецом не выступить из затвора своего уединилища, хотя бы то под благовидным предлогом благочестия. Ибо кого начнет он преодолевать с какой-либо стороны, того или оставит пребывать в келье без всякого успеха, как ленивого и беспечного, или выгнав оттуда, сделает прочее праздно шатающимся и ленивым на всякое дело, заставит его постоянно обходить кельи, братья и монастыри, и ни о чем другом не промышлять, как только где бы под каким-то предлогом найти себе случай пообедать в следующий раз. Ибо ум празднолюбца ни о чем другом не помышляет, как о пище и чреве, пока встретит его где-либо содружится в каком-либо мужчине или женщине, цепенеющих в такой же холодности, ввяжется в их дела и нужды, опутавшись же мало-помалу такими пагубными для души его занятиями, как бы в змеиных кольцах стиснутый, никогда уже потом не сможет он развязаться с ними, чтобы обратиться к брошенным делам прежнего звания.